2017 год особенный для строительной отрасли именно с января этого года многие изменения вступили в силу в сфере градостроительства об этих изменениях об итогах 2016 поговорим с Виктором Петровичем Суетином генеральным директором компании строй панель комплект и председателем ассоциации пермские строители здравствуйте здравствуйте ну прежде всего когда речь об этих изменениях в законах только только зашла да среди строителей была такая легкая паника как мы будем выживать это неприемлемо абсолютно ближе к зиме к ноябрю уже были на стране несколько иные то есть ага нам надо сделать вот это вот это и вот это сегодня уже практически месяц действуют вот эти новые нормы да а что сделано приняты все эти изменения вы хотели сказать будет ли работать 214 фаза и при этом не пострадают ли застройщики безусловно да вы знаете за время существования 214 федерального закона а это закон о далемом участии для того чтобы было телезрителям понятно это вносились поправки 21 раз причем очень существенные поправки порой поправки вносились без обсуждения с кем-либо для настоящих и добросоверных застройщиков я не думаю что этот закон будет очень серьезным или каким-либо образом повлияет на деятельность застройщиков хороший закон в целом он может быть дополнительно гарантирует безопасность покупки строительства квартир сегодня для наших покупателей поэтому нет ничего страшного но дьявол кроется в деталях а там таких деталей очень много на сегодняшний день законодатель почему-то решит что если вот мы развернем это 214 фаза и дадим очень много информации о застройщике то это спасет как-либо наших покупателей от того что ну достроиться объект на самом деле невозможно это сделать то есть даже крупная компания мы видим на рынке даже крупная компания там с оборотами десятки миллиардов рублей банкротится поэтому стопроцентно гарантии нашим покупателям даже этот развернутый 214 федеральный закон не дает гарантии но компетенционный фонд значит вот давайте по ряду вопросов пройдем да значит что сегодня чем я считаю перегружен этот закон то есть мы сегодня очень много даем информации о застройщике порой специфической информации в которой даже я сегодня как специалист ну то есть и прочитав на сосредоточиться допустим об инженерных сетях о тех условиях о тех присоединениях договорах и тогда все это сегодня выносится на публичный уровень говорят ну читайте и смотрите простому обывателю покупателю наши квартиры не разобраться там никогда это перегруженный закон я считаю это минус следующий момент комиссионный фонд который должен прийти на замену значит страхование договоров долевого участия это плюс несмотря на то что мы сегодня страхуем свои договора там допустим под всего 0,5 процента а то и 0,4 процента поскольку являются добросовестными застройщиками то фонд комиссионный предлагает сразу 1 процент и не меньше но мы даже на это согласны пусть будет так только правила игры с теми кто управляет этим фондом должны быть понятны для застройщиков для наших покупателей квартир в принципе для каждого обывателя пока этих правил игры нет посмотрим когда они появятся вот в части допустим по 214 фс что еще можно сказать относительно я бы сказал даже минус но этот минус может перерасти в плюс в дальнейшем если все подзаконные акты разработать так вот на сегодняшний минус это отдаются огромные полномочия так называемому полномоченному органу который будет контролировать застройщиков на местном уровне и кто же это министерство строительства по сути дела у нас в регионе становится тем полномоченному органу который будет контролировать застройщиков в городе в Перми и Пермском крае а есть же у нас инспекция специализированная есть в том числе и они в том числе и они вот полномочия этого у полномоченного органа сегодня настоль велики настоль абстрактны поскольку не прописаны что меня они порой в дрожь бросают вот там любого застройщика остановить выписать предписание о том что ты не имеешь права принимать денежные средства с рынка не имеешь права заключать договор о доле участия в один миг и вообще по желанию чиновника это коррупционная составляющая сумасшедшая вообще сумасшедшая поскольку нет подзаконных актов и на эту тему мы встречались в нашем министерстве летом нынче я своим как руководитель ассоциации опасения высказал там мы встречались с застройщиками пришли в министерство беседу эту провели встречу провели многое рассказывали об этом мы опасаемся этого потому что на самом деле любой чиновник любого уровня одним щелчком может остановить любой бизнес допустим такая составляющая задолженность перед бюджетом а она всегда есть у крупных компаний всегда но крупная компания с большими оборотами поэтому она есть всегда это может служить основанием для прекращения деятельности хорошо а касаемо обманутых дольщиков мы вот говорили что закон развернут в эту сторону так ли актуальна проблема в пермском крае с обманутыми дольщиками и может быть стоит просто людям проявлять какую-то большую сознательность большее понимание проблемы при приобретении недвижимости вот вы правильно совершенно отметили что тонкость как раз заключается в том с какой компанией заключать договор долевого участия если на рынке компания только появилась то здесь естественно надо задуматься сможет ли она достроить есть ли у нее начальный капитал вообще есть ли опыт строительства потому что строительство это очень и очень сложный хлеб это очень сложно я уже вам говорю с позиции там огромного опыта несмотря на то что я занимаюсь всю жизнь только строительством и производством строительных материалов я вам говорю что легче не станет становится все сложнее особенно в кризисные годы и поэтому дольщики извините ради бога что дольщики дольщики относительно с дольщиками а вот если компания будет выбирать с кем заключать договор это минимальный риск в противном случае не спасет ни один договор все таки самому покупателю нужно разбираться где покупать квартиру у какой компании это здравый смысл называется относительно критическая ли ситуация на нашем рынке обманутых дольщиков опять же ну что такое 500 обманутых дольщиков сегодня для нашей для нашего края много или мало я вообще считаю что это много особенно неприятно когда вот там практически 200 договоров появились вот совсем недавно а вы знаете вот у меня мнение здесь противоположное я считаю что это мало я не договорил антон так вот для нас все таки это много если каким-либо образом сегодня будет помогать край то это миллиарды рублей а это бюджет не хотелось бы сегодня мне как налогоплательщику за какие-либо фирмы расплачиваться вот за их там непонятный бизнес на ваш взгляд как можно оценивать итоги 2016 года учитывая тот фактор что строительство такая отрасль вообще инерционная возможно ли усиление вот тех негативных процессов которые остальные отрасли по сути-то уже пережили вот начало 15-го года вы совершенно точно сказали что строительство инерционный действительно вот такой процесс те объекты которые мы начинали там в 14-м в 15-м году мы как раз их сдаем в 16-м часть в 17-м году в зависимости от объекта опять же его объемов но учитывая что 16-й год как и предыдущий год были кризисные годы серьезные это серьезные испытания для застройщиков но в Пермском крае сдали мы все равно больше миллиона пусть на немножко миллион 36 на 100 тысяч меньше чем планировалось ничего это прекрасный результат я считаю великолепный результат для края если же говорить о нашей компании то планы у нас были грандиозные 120 тысяч квадратных метров но в том числе там были и объекты федерального значения это березняки ну ввиду ряда моментов в том числе и конечно же экономической ситуации мы нынче сдали около 80 тысяч квадратных метров но это не есть провал для нашей компании это тоже великолепный результат самое главное что все объекты которые мы обещали нашим дочкам сдать за исключением двух домов мы сдали по двум объектам мы перенесли срок средств на три месяца ничего страшного в этом нет потому что эти объекты находятся в высочайшей степени готовности Виктор Петрович это уже называется репутация это как раз то на что необходимо обращать внимание тем самым дольщикам негативные тенденции вот эти вот последствия они могут отразиться на итогах семнадцатого года если можно кратко у нас мало времени да я понимаю что те объекты которые мы закладывали в пятнадцатом шестнадцатом году как раз они будут сдаваться в конце семнадцатого восемнадцатого года снижение происходит некое но поскольку допустим для нашей компании у меня были и остаются и есть переходные объекты с 2016 года поэтому мы опять же остановимся где-то на цифре восемьдесят тысяч квадратных метров то есть примерно тот же объем тот же объем и вот на протяжении долгих лет мы уже идем вот примерно в этих объемах и слава богу что нам удается удержать эти объемы работать стабильно удержать эти параметры для нас это хорошие цифры в целом же как будет по краю пока сказать не могу надо все-таки хотя бы прожить первое полугодие чтобы понять как строительная отрасль себя чувствует но похоже все адаптировались все крупные застройщики адаптировались точно начинаются большие хорошие микрорайоны в том числе в центре города и это говорит о том что наши застройщики адаптировались и к ценам и к покупательной способности в целом к рынку могут ли отразиться вот все вот эти изменения с 214 фсс на конечном счете на стоимости квадратного метра в новостройках я думаю нет поскольку все-таки конечную цену квартиры будет определять рынок спрос единственное что плохо антон это то что прекратилась господдержка строительной отрасли это не стали поддерживать ипотеку процент ипотеки не компенсирует поэтому а вот уже с семнадцатого года проценты ипотеки выросли и выросли значительно если было одиннадцать процентов то сейчас уже тринадцать тринадцать с половиной даже четырнадцать процентов это очень и очень много вот это огромный шаг назад честно говоря я рассчитывал что министерство строительства и вообще российская федерация поддержит строительную отрасль потому что еще не настал тот момент дно для строителей не настало и совершенно напрасно что сегодня государство перестало стимулировать спрос это огромный минус вот здесь а ипотека может просесть если просядет ипотека соответственно просядет и весь рынок но у вас тем не менее есть собственная программа с интересным процентом да конечно же мы вынуждены сегодня на рынок выносить все новые и новые продукты но у нас давно достаточно тем не менее есть интересный продукт по ипотеке это 5 и 5 процента но необходимо заплатить 55 процентов первоначальный взнос ну и понятно риски для нас велики в том числе поскольку квартира в этом случае намного намного дешевле становится я все таки надеюсь что как то правительство скорректирует свои там данные относительно поддержки строительной отрасли особенно жилищного строительства и может быть по концу первого квартала все таки надеюсь что выйдет с инициативой или правительство или депутаты о поддержке строительной отрасли но это очень плохо что перестали поддерживать строительную отрасль еще как минимум хотя бы семнадцатый год а я бы рассчитывал даже и на восемнадцатый год подобная поддержка должна остаться Виктор Петрович большое спасибо за ваше мнение за то что оно есть это очень ценно и важно о положении дел о перспективах и некие итоги положения дел опять же на строительной отрасли мы подводили с Виктором Петровичем Суетином генеральным директором стройпанелькомплекта и председателем ассоциации пермские строители большое спасибо за интервью спасибо до свидания